всем привет в общем после того как утонули мои часы амазфит бип не удалось их реанимировать значит расскажу что я делал они три дня пролежали в пакете с солью ну риса у меня просто не было вот далее в завязанном пакете с солью далее я их положил на полотенце сушитель поскольку сейчас лета и он единственная вещь которая в доме молотит так как надо в общем я его положил на полотенце на полотенце сушителя и он у меня пролежал практически сутки только после этого я вставил его зарядное устройство ну то есть это родная зарядка его вставил подключил питанию и он зарядился зарядился довольно таки быстро это потому что как бы так сказать аккумулятор очень сильно просел три года и 6 месяца он работал скажем так в таком режиме 45 дней минимум я заряжал часы кто сейчас ситуация в корне поменялось а именно если мы посмотрим сколько отработал на этом заряде вот сейчас уже осталось 5 процентов то ситуация очень плачевная с этими часами и так у нас здесь а нет извиняюсь девять процентов последняя зарядка 10 дней назад но это тоже не впечатляет как бы вот так низкий заряд батареи ну и вот соответственно девять процентов проседание очень существенное не знаю поднимется ли аккумулятор полностью или нет возможно там еще осталось все-таки влага но новые часы покупать не очень сильно хочется так как ценник на них ну скажем так впечатляющий эти у меня уже конечно довольно таки давно я к ним привык на экране есть мелкие царапки за все это время использования защитных пленок я на него не надевал но в принципе три года и шесть месяцев это тоже срок большой так что будьте бдительны не купайтесь в этих часах особенно в море если у вас тоже довольно таки большой срок данного агрегата возможно тоже где-то резинка на маховике уже потрескалась и может пропускать влагу в общем как то так они живые полностью они меряют пульс они шаги меряют они полностью в рабочем состоянии единственное что аккумулятор поменять аккумулятор это конечно будет проблема так как в данных часах вот здесь вот просто насколько я знаю заплавляется сам экранчик они на клею стоит может быть там под каким-то давлением ну точно я не знаю этого знаю лишь одно что поменять батарейку будет довольно таки проблематично ну и соответственно ценник за работу кто сколько возьмет плюс батарейка вот ну и соответственно с этим если их вскроют менять батарею все-таки возможно там где-то найдут еще остатки воды какие-то проблемы может быть просто мембрана не справилась которая здесь находится вот в компенсации давление она служит чтобы вы могли купаться в бассейне в море но в общем как то так часы полностью рабочие они синхронизируются вот единственное что аккумулятор нужно будет заряжать на них теперь каждые 10 дней там 10-12 дней а это совсем не то что мне нужно мне больше нравилось когда я заряжал их раз 45 дней там 54 дня ну то есть минимум 45 дней не держали три года и шесть месяцев а это очень хорошо для такого ценника в общем как то так может быть кого-то это видео предостережет от каких-то покупания необдуманных действий и вы сохраните свой гаджет довольно таки долгое протяженное время всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки добавляйтесь друзья